Развилковская библиотека уже давно стала культурным центром поселения и местом сбора жителей для проведения творческих вечеров и памятных мероприятий. Вот и накануне Дня России они встретились на концерте, посвященном этому празднику. В нашем поселении живет очень много талантливых людей. Это и поэты, и писатели, и певцы-музыканты. И традиционно мы их приглашаем выступать на все наши мероприятия. Собравшихся поздравила глава сельского поселения Марина Комардина. Она вспомнила, как развивалась Развилка и отметила вклад жителей благодарностями и памятными подарками. Ведь история поселка и его жителей – это история маленькой страны внутри большой и великой России. Наша Россия – самая могучая держава. И я думаю, что все в этот день гордятся нашей страной. Она действительно уникальная во всех отношениях. И хочется пожелать всем жителям мира, добра, благополучия, а нашей Родине процветания. С праздником! После торжественной части – концерт. В небольшом уютном зале не было свободных мест. Большой отклик у публики вызвало выступление хора, который был основан совсем недавно и репетирует на базе новой школы искусств. Его идейный вдохновитель – Вера Васильевна Масцевая. Очень хотим, чтобы в поселении люди услышали нас и приходили к нам, пополняли хор. Мы не делаем хор возрастной. Нам это не нужно. Нам нужно, чтобы приходили люди, которые хотят петь. Одним из постоянных участников творческих вечеров развилки стал семейный дуэт «Родник», в репертуар которого входят русские народные песни и казацкие романцы. В русской песне, кроме удали, есть большая чувственность, громадящая грусть и любовь к своей семье, к своей Родине, к своей отчизне. Со сцены также звучали патриотические стихи и авторские композиции. А завершился вечер запуском в небо шаров цветов российского флага. Дмитрий Книга, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.